Владимир Юдин работает водителем более 20 лет. В морозные дни дополнительно следит за состоянием авто и проверяет уровни всех жидкостей в двигателе. Порой, чтобы машина завелась, заранее выходит прогревать ее ночью, а утром заводит не сразу. Дает проснуться аккумулятору с помощью включения дальнего света на 5-10 секунд и топливной системе, включая зажигание. Когда зажигание включаешь, там насос включается, бензин подается. А если сразу включить зажигание, сразу, не поджидая, может бензин не попасть и она не заведется. Особенно в такое время морозное. Также Владимир в морозные дни аккуратнее действует во время движения. Советует после прогрева ехать медленно, чтобы все системы автомобиля работали без напряжения. Да и в дальнейшем размеренно разгоняется и плавно тормозит, потому что на дорогах возможно налить. Большой скорость нельзя. Кл. 40, там не больше. Чтобы коробка разогрелась. Коробка обязательно должна разогреться. Иначе она тоже портится. Она не в раз, но она испортится постепенно. Казалось бы, дорога чистая, но в связи с морозами от выхлопа держу влагу, и дорога покрывается сейчас легким таким льдом. Прямо налить такая. Она чувствуется. Особенно на светофорах чувствуется. Специалисты в сильные морозы советуют совсем старый аккумулятор заменить на новый, а также заносить его домой и по возможности заряжать. Обязательно приобрести размораживатель замков и хранить его дома или в сумке. Следует запастись необходимым количеством охлаждающей и стеклоочистительной жидкостями, имеющих достаточный запас по морозостойкости. При частых кратковременных поездках мороза необходимо тщательно очищать свечи от слоя нагара. В сильные морозы необходимо следить и за давлением в шинах, ведь если оно понижается или повышается, это значит протектор не справляется со своей работой. Однако проверку лучше оставить профессионалам, ведь любительский манометр на холоде может показывать неправильные данные. К сожалению, даже все предпринятые меры не могут полностью исключить возможность каких-то случаев и инцидентов. Тогда за помощью лучше обратиться к профессионалам. А если вы сами стали свидетелем, что кто-то не заводится или имеет другие проблемы, а вы можете помочь, то предложите помощь. Ведь братство автомобилистов должно быть сплоченным. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.